Привет всем! В этом видео мы рассмотрим автомобильный диагностический сканер RT-Diach 800, работающий с адаптером Bluetooth. Это новый диагностический сканер от фирмы TopDone. Данный сканер является аналогом таких знаменитых брендов, как Outel с его линейкой MK808, MX808, DS808 и Launch X431 Pro и X431 CRP909. Сейчас мы посмотрим основные характеристики данного прибора. А далее мы подключим этот автомобильный диагностический сканер к электронному блоку управления двигателем и посмотрим работу этого прибора, так сказать, в действии. Этот диагностический сканер состоит из планшета и Bluetooth-адаптера. Планшет с 6-дюймовым дисплеем и разрешением 1440 на 720, оперативной памятью 2 ГБ и постоянной памятью 16 ГБ, работает на операционной системе Android и является очень удобным оборудованием для качественной диагностики и решения общих и сложных проблем различных транспортных средств большинства современных автомобилей по всему миру. Батарея на 3100 мАч, обеспечивающая продолжительную работу автомобильного сканера и легкий вес 650 грамм и прочный и удобный корпус прибора делают его надежным, компактным и удобным помощником, как при работе в сервисе, так и при выездной диагностике. Соединение по Bluetooth для беспроводной связи позволяет избавиться от диагностического кабеля. Рабочий диапазон связи по Bluetooth составляет около 10 метров, что позволяет свободно проводить диагностику как в транспортном средстве, так и вне его. А сильный и стабильный сигнал гарантирует бесперебойную связь и быстрое сканирование. Адаптер VSI может быть вставлен в док-разъем планшета, что делает его удобным для хранения. Большое количество функций и дополнительных программ делают этот инструмент удобным, компактным и надежным помощником при диагностике автомобиля. А пожизненное бесплатное обновление позволяет автомобильному сканеру оставаться актуальным весь срок службы. Далее в этом видео мы познакомимся с основными функциями этого прибора. А сейчас я хочу порекомендовать вам к просмотру следующие видео, информация из которых поможет вам избежать множества ошибок при обращении за помощью к специалистам. А также понять, чем эти профессии отличаются друг от друга, а что в них общего. Ну а теперь давайте проверим прибор в работе и посмотрим все его основные функции и вкладки. Я включил прибор и пока загрузится программное обеспечение, пару слов о том, что находится на столе. Здесь мы видим блок М74 и подключенный к нему единственный датчик. Это датчик педали акселератора. Естественно, от блока выведена диагностическая колодка, чтобы мы могли в дальнейшем посмотреть, как взаимодействует диагностическое оборудование с этим блоком. Ну вот программное обеспечение загрузилось, теперь давайте поближе рассмотрим данный прибор. Сам планшет очень легкий и его достаточно удобно держать в руках. Внизу планшета расположен диагностический адаптер, что кстати очень удобно. Нажимаем на него, тем самым сдвигаем фиксатор и вытаскиваем его. Это очень компактный 16-пиновый блютуз адаптер, радиус действия которого около 10 метров. Под резиновой крышкой находятся два гнезда Type-C и USB. Ну а это кнопка включения и выключения прибора. Теперь давайте подключим наш прибор и постараемся продиагностировать данный электронный блок. Так как блоку не подключено никаких датчиков и исполнительных механизмов, не считая, конечно, датчика педали акселератора, то блок будет выдавать очень много ошибок. Итак, мы подключили адаптер к диагностической колодке. Далее выбираем сканирование. И сразу же попадаем в главное меню программы. В этом меню мы можем воспользоваться автопоиском, но так как данный блок перешит и в нем не забит вин, то автопоиск здесь бесполезен. Следующий пункт это история, ее мы сейчас рассматривать не будем. А сразу же перейдем к огромному списку автомобилей. Здесь около 96 марок и в каждой марке по несколько, а то и по несколько десятков моделей. Посмотрите на этот огромный список. Здесь есть практически все автомобили, которые колесят по нашей стране. Ну а если у вас нет возможности подключить данный прибор к автомобилю, а посмотреть его функционал очень хочется, то внизу есть вкладка демо. Итак, для выбора автомобиля мы демонстративно воспользуемся поиском. Введем букву В и выберем логотип вас. Далее планшет определяет подключение Bluetooth адаптера. И после того, как адаптер найден и данный интерфейс совместим с данным автомобилем, мы попадаем в список, в котором располагаются все блоки, которые могут быть установлены на данном автомобиле. Так как у нас подключен только один единственный блок управления двигателем, то мы естественно выбираем его. Посмотрите на список. Здесь есть все блоки, которые в настоящий момент устанавливаются на автомобилях ВАЗ. Но нам нужно выбрать наш блок, а именно M74 CAN. Далее следует стандартный список меню, который состоит из информации о версии, считывания кодов неисправности, удаления кодов неисправности, чтения потока данных и специальной функции. В этом пункте собраны все идентификационные данные, такие как ВИН-номер, дата программирования, номер программного обеспечения и так далее. Теперь давайте зайдем в следующий пункт. И как я уже говорил ранее, увидим в нем огромное количество ошибок. Кстати, очень удобная функция, особенно для начинающих диагностов и для владельцев автомобилей. Если вы не знаете, что значит данная ошибка, то вы нажимаете на ее номер и вас перекидывают на страничку с описанием этой ошибки. Как мы увидим дальше, в самом приборе есть своя база ошибок. Но и этот способ очень удобен для начинающих диагностов, для того, чтобы быстро сориентироваться и начать уже работать в нужном направлении. Удаление кодов мы рассматривать здесь не будем, потому что в этом нет смысла. Так как причина не устранена, то они появятся снова. А теперь давайте перейдем к следующему пункту. Это чтение потока данных или DataStream в английском варианте. Здесь более сотни различных параметров, но я не буду выбирать их все, а выберу только те, которые мы сможем посмотреть в реальном времени, а именно датчики положения акселератора. Ставим галочки напротив нужных нам параметров и нажимаем ОК. Теперь мы можем наблюдать параметры двух датчиков. Но смотреть на цифры не очень информативно. Давайте попробуем вывести эти сигналы в графическом виде. Для этого выбираем наши два сигнала и нажимаем ОК. И здесь мы видим графическое отображение перемещения педали акселератора. Обратите внимание на шкалу в левой части графика и вы увидите, что один сигнал смещен относительно другого. А на графике один сигнал как бы находится под другим, что соответствует исправному датчику. Если бы сигналы расходились, то мы могли бы утверждать, что датчик неисправен. Так сделал производитель для удобства проведения диагностики. Далее я пролистаю весь список этой вкладки параметров. В этой вкладке собраны параметры для удобной и быстрой диагностики пропусков воспламенения. Ну а в этой вкладке собраны такие параметры, как пробег автомобиля, время работы двигателя при перегреве, изменено ли программное обеспечение или нет и так далее. Ну а в этой вкладке собраны функции для сброса электронного блока. Так как у нас подключен только один блок, а именно компьютер управления двигателем, то у нас нет возможности зайти в другие блоки, такие как комбинации приборов, коробка передач, подушки безопасности и другие. Так что сейчас мы выходим из меню диагностики. И программа вежливо предупреждает нас о том, чтобы мы не забыли адаптер в автомобиле. Об этой функции автопоиска я говорил ранее, но она здесь бесполезна, так как в наш блок не прописан ВИН-код, а эта функция ищет автомобиль именно по ВИНу. Следующая вкладка это стандартные протоколы OBD. То есть по этой вкладке мы можем продиагностировать электронную систему управления двигателем совершенно любого автомобиля, выпуска после 2000 года. Конечно с небольшим исключением. Есть некоторые марки, которые не поддаются этим правилам, и вы я думаю знаете название этих марок. Здесь стандартный набор данных для диагностики, так сказать, по протоколам OBD. Ну а с помощью этих многочисленных функций можно, например, откалибровать угол поворота руля, произвести регенерацию сажевого фильтра, сделать калибровку уровня подвески или сделать адаптацию к клапанной рециркуляции отработавших газов или клапанной EGR. Также с помощью этих функций можно прописать форсунки или сбросить интервалы технического обслуживания, ну и многое другое. Здесь я не буду все перечислять. Эта вкладка предназначена для сохранения диагностических отчетов, записей потока данных и скриншотов. А вот в следующей вкладке очень полезная функция – это библиотека кодов неисправностей. Она не то чтобы полезна, а даже необходима начинающему диагнозу. Для получения информации достаточно вбить номер ошибки и нажать на кнопку с галочкой. После чего откроется окно с общим описанием данной неисправности. Давайте еще расшифруем пару ошибок и вы увидите, как очень просто пользоваться этой функцией. Продолжение следует... Ну а в этой вкладке располагается обратная связь и собраны основные настройки программного обеспечения под управлением операционной системы Android. Ну а следующий пункт – это обновление программного обеспечения прибора. Когда я выбирал мультимарочный диагностический сканер, то этот пункт стал решающим для его покупки. Дело в том, что за небольшим исключением все мультимарочные сканеры представляют собой приблизительно одинаковый функционал. Я рассматривал несколько знаменитых брендов и уже был готов остановиться на одном из них. Но после того, как я увидел цену за обновление диагностического прибора, который его обладатель должен вносить ежегодно, для того, чтобы прибор соответствовал современным критериям, то я выбрал другой прибор, а именно этот. Для крупных автоцентров вопрос обновления – это капля в море. Ну а я этот прибор покупал себе. И ситуация с обновлением прибора мне напоминает ситуацию с ипотекой, в которой я сначала должен отбить обновление, потом сам прибор, но уже после этого зарабатывать себе деньги. Так что мне пришлось отказаться от очень хороших приборов с платным обновлением и купить неплохой прибор с бесплатным обновлением. То есть одно из главных достоинств этого прибора – это пожизненное бесплатное обновление в одно касание через Wi-Fi. Собственно, это вы видите сейчас на экране. Обновления выходят достаточно часто, и за два месяца я уже второй раз обновляю этот прибор. Таким образом, мы можем вовремя исправить различные ошибки, которых, к сожалению, невозможно избежать при производстве прибора, а также улучшить производительность сканера и увеличить его покрытие транспортных средств. То есть обновлением этого прибора производитель исправляет свои ошибки, касающиеся программного обеспечения, производительности прибора, связь с блоками автомобиля и так далее. Также обновление расширяет и модернизирует модельный ряд диагностируемых автомобилей. И функций, увеличивая тем самым охват самых новых марок и моделей автомобилей, что позволяет работать с самым новым программным обеспечением. Немаловажный момент – это онлайн-отзывы, которые находятся во вкладке «Настройки». То есть это обратная связь, по которой производитель получает информацию от пользователя. И на основе этой информации производит корректировки и исправление программного обеспечения прибора для более корректной и стабильной его работы. То есть это делается для того, чтобы производитель прибора узнал об ошибках в работе прибора. Согласитесь, если он не узнает об ошибках, то как он их исправит? Для этого и существует обратная связь. Когда вы сталкиваетесь с ошибками при подключении или с какими-то неполадками во время работы программного обеспечения, вы можете отправить производителю запрос с подробным описанием проблемы для своевременной технической помощи и улучшения программного обеспечения продукта. После того, как производитель наберет большое количество жалоб, он их проанализирует, исправит, протестирует и после всего этого выпустит новое обновление. По такому принципу собирается информация не только для диагностического автомобильного оборудования, но для любого оборудования, будь то это автомобиль, стиральная машина, пылесос или компьютер. Так что для меня при выборе сканера обновление программного обеспечения стало весомым аргументом. Конечно, здесь много чего можно дополнить, но я и не ставил перед собой цель объять необъятное. Это видео не является рекламным. Здесь я высказал свое мнение по отношению к этому прибору. Кто-то с этим не согласится и может быть будет прав, потому что, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А я в свою очередь хочу пожелать вам при покупке диагностического оборудования основываться не на чьих-то доводах и убеждениях, а прислушиваться к своим предпочтениям и финансовым возможностям. Программное обеспечение уже почти обновилось. А на этом я заканчиваю обзор этого диагностического прибора. Если что не так, не судите строго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok